Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет, мои хорошие! Всем привет, мои любименькие! Всем здравствуй-ты! Здравствуй-ты! Здравствуй-ты-ты! Ой, выпал. Бывает, бывает, бывает. Так, надо поднять. Так, всё ромаю. Всё хорошо. Хочу сейчас помазаться кремом, потому что нужно немножечко себя помаслить. Так. Так, так, ну, ну, о, то кожа-то умылась, знаете, смыла уже все крема, и кожа как-то посухела, посухела, прям вообще. А сейчас мы ее маслом, будет красота. О, идеально. Та-ра-та-ра-та-там, пара-ра-ра-ру, та-ра-та-ра-та-там. Та-ра-та-ра-та-та-тай-рай, та-ра-та-ра-та-ра-там. Сейчас я смотрела ролик одного блогера, очень люблю, знаете, Канаден, вот, он рассказывает про всякие новинки и прочее. Так, не буду что-то закрывать сюда. О, отлично. В общем, рассказывает он про всякие новинки в мире технологий и прочее, прочее, прочее. Вот, очень такой интересный, очень интересную информацию рассказал. Девочки и мальчики, возможно, возможно, скоро блогеры уйдут в никуда, мечты хейтеров сбудутся, наконец, и блогеры уйдут в неизвестность. Да, потому что сейчас появились такие технологии, как, типа, нейросети и прочее, там, чата депети и прочее, вот, которые могут делать видеоролики, представляете, сами, видеоконтент подбирать, писать тексты и прочее, прочее, прочее. Так что, может быть, когда-нибудь у хейтеров сбудется мечта, вот, и, как говорится, нас заменит технический процесс. Позабыт хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив хейтерюк. Шутка. Нет, смысл в том, что, понимаете, действительно, я сейчас посмотрела, как вот он делал, он вообще реально... Реально, представляете, можно полностью генерировать тексты, можно генерировать видео вообще, это прям просто взрыв мозга. Получается так, что, может быть, в один прекрасный момент, да, то есть, блогеры перестанут существовать, то есть, тоже как кластер. И, как знаете, сейчас есть такое время, когда уходят в никуда, разные профессии, вот, там, продавцы в магазинах, да, потому что сейчас многие покупают, в интернет-магазинах, там, не знаю, даже водители скоро перестанут, охранники, да, то есть, вот, потому что сейчас все можно заменить, там, искусственным интеллектом и прочее, вот. А тут получается так, что блогеры, какие-нибудь блогеры могут просто исчезнуть. Я в шоке. Как так? Нет! Вот. Какие дела? Очень интересно. Очень интересно. Так, супчик надо попробовать. Что у нас за супчик получился? Наш рыбячий, рыбячий суп. Вот, и это, на самом деле, очень-очень интересно. Ну, не знаю, мне кажется, на самом деле, это все. Потому что те ролики, которые сейчас генерируются, конечно, может быть, впоследствии можно будет что-то интересное делать. Но сейчас, пока что, это просто, ну, набор из разного рода, знаете, стоковых видеофайлов, сгенерированный текст, без души, без эмоций. Конечно, робот не пошутит, так как вот мы, например, да? Ой, а что я сюда наблюдаю? Тьфу, блин. Короче, это все. Мамка заговорилась. То есть, стою, наливаю в эту. Все. Испугалась, что у меня роботы заменят. Представляете, все, капец. Стою, наливаю, прям стою. Хотя надо погреть. Вот, и, короче, получается так вот, что в один прекрасный момент все заменит человека-роботы. А не человек. Сейчас, на самом деле, сейчас вот эти технологии, они очень сильно врываются в нашу жизнь. Вот. Они захватывают все, что можно. Но, с другой стороны, они несовершенны. Тек, 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 тек. Еще супчика. Супчика. Супец, супец, супец. Так. Еще маник. Сейчас погрем. Это даже так. Мне надо собраться. Мне надо собраться. Еще плохо утром спала. Здесь они все утро, блин, гудели, 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 гудели. Мы вчера до полуночи смотрели сериалы. И фильм посмотрели прикольный. Фильм называется, знаете, сейчас скажу. Фильм называется «Мира». Очень классный фильм. Мне понравился. Там, в общем, суть такая, что на Землю летят метеориты. Вот. Фиг, кстати, наш русский. Все удивительно. Понимаете? На Землю летят метеориты. Происходит там огромное землетрясение. То есть не землетрясение, а этот, как он. Ну, короче, обломки разрушают очень много все вокруг. Там, в Владивостоке, по-моему, что такое. Вот. И в итоге отец девушки, который космонавт, он это видит все сверху. У него там есть такая нейросеть. Ее там зовут «Мира», которую она управляет всей системой и так далее. И вот она ему помогает как раз связаться с этой девушкой через какие-то там… Он подключается там то к телефону, то к там к Мишке, которая радионяня и так далее. Вообще, на самом деле, очень интересно. Очень-очень. Вот. Так, что мне надо? Что мне надо, что мне надо? Так, компотечку нальем. Чай не буду делать, компотечку парнию. То я вчера сварила, он как раз остается. Так что вот, видите, технологии, технологии. Вот вроде бы казалось, что это все от лукавого, скажем так. Вот, видите, быстро-быстро все. Все эти искусственные интеллекты быстро врываются в нашу жизнь. Так, что такие дела. Так, компотечек. Вон, это, знаете, что-то утром только заснуло. И этот, эти гудеть начали. О-о-о. Сволочи. Задолбали. Просто задолбали. Они гудят и гудят, гудят и гудят все утром. Я не знаю, вот эта штука, они вот гудят и гудят, гудят и гудят. Внутри все. Вот этой штукой. Что это за штука такая? Кстати, да, еще последняя новость насчет ремонта. Мы тут решили развернуться. Я позвонила вот этому мужчине, замерщику. Вот. И мы договорились так, что мы будем разбирать вот эти шкафы, а нам сделают полностью вот здесь вот потолок. Вот, и все. Я думаю, что ждать? Вот. Зачем потом 10 раз делать эти ремонты и так далее? Мы потихонечку, за недельку разберем этот потолок. Это не потолок, а это шкафы. И замечательные. Что у нас тут еще по плану прям ремонт. А потолок сделают, я потом сразу закажу шкафы. Так. Хочу уже сделать хорошо и красиво. Это у вас, знаете, повторяется история, как с холодильником. Вот. Когда нам должны были привезти холодильник, мы знали, что мы сейчас его поставим, потом его невозможно будет дыребить. А по итогу мы взяли и перестелили линолеум. Точно так же сейчас с потолком. Вот. И мы решили взяться, короче, полностью вот эти 70 ящики. В общем, будем несколько дней с Вовчиком разбирать, ломать их. Вот. Он уже говорит, надо ли сам какой-то лобзик электро-лобзик. Я говорю, зачем тебе он нужен? Нафиг, нафиг. Так. Все. Супчик у меня греется. Супчик хороший. Вкусный, надеюсь. Будет. Так. Какого-то робота, роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Да и умственный заменят. Та-ра-та-та-та-та-процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек. До чего дошел прогресс. Та-та-та-ра-та-та-там. Та-ра-та-та-та-там. Хочешь, хочешь без. Позабыте хлопоты. Остановлен бег. Вот такие дела. Вкалывают роботы. А не человек. Так что вот такие дела. Возможно, скоро у нас всех заменит искусственный интеллект. И вот тот, кто будет знать, как с этим всем работать. Тот, кто будет, так сказать, на... Впереди планеты всей. Даже вот сейчас вот. Поверьте, на военных действиях оператор дрона очень высоко ценится. То есть операторы дронов, которые вот эти вот сейчас руководят дронами развлечь. А по сути, практически любой блогер может в этом разобраться. Потому что, ну вот очень многие блогеры снимают на эти... на дроны. Вот. А плюс-минус здесь нужно то же самое. Вот все. Так что вот. Сейчас нужно иметь живой ум. Нужно в этом всем разбираться. В противном случае, можно отстать. То есть, понимаешь ли, от всего происходящего. И оказаться на задворках цивилизации. Скажем так. Так что я говорю, я вот люблю вот всякие технологии, все вот это. Так что кто там считает, что, да, одна женщина спорила, сидела с ней, говорит, вот, скоро YouTube закроет, и все, и капец вам. Я говорю, ну, давайте разберемся. Для того, чтобы закрыли YouTube, нужно, чтобы закрыли, там, крупнейший, один из гигантов, Google. Потому что YouTube – это не самостоятельная платформа, это одна из частей именно Google. Вот, то есть составляющая, да? Вот. Как вы считаете, закроется ли такая громадная корпорация? Я считаю, что нет. И даже если сбудутся влажные фантазии хейтеров, которые, знаете, представляют это и немножечко там себя как-то возбуждают, лёжа, там, знаете, на диване или что-нибудь такое, а вот, и когда-нибудь у нас заблокируют YouTube, у нас есть, всегда есть VPN. Меня же никто не уволит из YouTube. И точно по такому же принципу, как многие сейчас блогеры продолжают работать в Instagram, многие продолжат работать в YouTube. Причем те, кто захочет смотреть этих блогеров, да, они будут вынуждены использовать VPN. А VPN, если ты используешь, там прокручивается реклама, соответственно, наоборот, блогеры только в плюс. Так что вот, так что вот. Это, знаете, из-за разряда не рой другому яму и сам в неё попадёшь. К сожалению, очень многие люди то ли по пьяни, то ли пытаются вот как-то вот нагадить, но на самом деле всё оборачивается по-другому. Так что не надо думать, что YouTube закроют. YouTube не закроют. Спешу вас расстроить. YouTube не закроют. Я на самом деле раю. Да невозможно это всё сделать, понимаете, невозможно. Невозможно, точно так же, как нас, вот, как страну пытались выпилить, да, из, вообще, из общества, да, то есть как-то наложив на станции, обрушив нашу экономику и так далее. То есть, понимаете, невозможно это сделать, невозможно. Так вот. Никто не должен решать, что вот это вот можно, а это нельзя. То есть, не должен быть, то есть, вот это вот, вершитель всего. Так, что у нас ещё можно покушать вкусненько? Хлебушка у нас есть. Что у нас ещё? Что-то у нас холодильник вообще пустой. Вообще пустой. А, вот сырочки можно скушать. Очень вкусные. Так, здесь у нас сырок. Бришка моя. Колбачка. Сейчас колбачку надо порезать. А вообще надо что-то готовить. Позабыты хлопоты, остановлен век, вкалывают роботы, счастлив человек. Так, всё. Супочка у меня вскипел. Так, так что вот это дело. Кстати, вы уже знаете про такую систему? Я вот честно, я слышала где-то, недавно было ещё интервью, давал, по-моему, я не помню, какой-то лидер. И вот этот интервью, его спич, ему составил как раз вот искусственный интеллект. Представляете? Вот так вот. Что говорить про то, что сейчас очень многие нейросети, они могут даже на... Слава Богу, успокоились. Вот, да успокоились. Они делают на основе образа, то есть они могут полностью сымитировать человека и так далее. Ой, там что только не придумают. Голос там могут сымитировать. То есть вот так вот легко. Я уж молчу про то, что там, извините, данные ваши все. Всё давно-давно в интернете. Вот так вот. Так что мы в такое время рвём. Ну всё. Нужно на самом деле приспосабливаться. Насчёт того, что закроют ютуб, я считаю, что не закроют ютуб. Насчёт того, что там блогеров заменят эти нейросети. В любом случае я считаю, что труд человека, да, то есть реально вот шутки там и прочее. Да, нейросети тоже могут пошутить, да. Но это не будет настолько смешно, как это может сделать человек, понимаете. Вот, поэтому, в любом случае, человеческий труд, он всегда будет целью. Человеческая. Вот, у нас намного процессоров больше происходит в организме и в мозгу, чем у компьютера. Так что рано-радуйтесь, рано-радуйтесь. Хо-хо-хо-хо. Мы ещё, кажется, полоюем. Вот так вот. Мы, а мы перезимуем. Сейчас будем садиться за стол, кушать, обедать. Ну и ещё чего-нибудь поговорим. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.